перейдем к рассмотрению следующей темы это методологии разработки программного обеспечения ну даже методологии то есть мы будем рассматривать несколько мы не будем рассматривать методологию в научном понимании но научном понимании методологии это просто наука о методе и мы в принципе с вами уже рассматривали чем методология отличается от технологии что такое приемы методы техники и так далее но в широком смысле до методологии это набор каких-то вот приемов методов моделей инструментальных средств которые используются вот конкретно для нашей темы под методологии мы будем понимать именно набор практических приемов то есть нас не будет интересовать какое-то основание почему именно так вот ну а в случае гибких методологий можно даже говорить о настраиваемой системе лучших практик вообще говоря любая методология разработки она по идее должна быть настраиваемой то есть это не просто предписание каких-то шагов которые необходимо строго выполнить для каких-то особенных проектов до имеет смысл именно по шагам выполнять но опять же методология задает что-то общее конкретная компания конкретная группа разработчиков уже под себя адаптирует то есть смотрит сначала подходят к им ну вот какие-то практики приемы или нет то есть насколько вообще на их команду это все накладывается методологии разработки могут иметь в основе модель как каскадного жизненного цикла так и спирального пример методологии это rational unified process от компании ibm но сейчас ibm вот но когда-то компания rational называлась ну или сокращенно руб методология unified process еще один пример это microsoft msf microsoft solutions framework oracle cdm iconics extreme programming scrum у методологии есть такое понятие как характер то есть рекомендуемая сфера применения то есть для каких-то проектов может использоваться для каких-то нет но это не значит что совсем не может использоваться просто рекомендуется не рекомендуется то есть на практике как-то зарекомендовала себя или не зарекомендовала ну и естественно масштаб то есть для ну по размеру для особо крупных размеров для для особо крупных программных проектов не всегда подходит например тот же extreme programming ну и вот да все конечно зависит еще от рисков и вот риски как раз можно вот к характеру отнести вот в каких-то сферах рисков практически нету а в каких-то сплошные риски то есть все меняется требования меняются обстановка так далее методологии которые в полной мере подходят для проектирования корпоративных систем как классы именно таких сложных массивных систем можно назвать формальными ну и также их еще называют корпоративными это так называемые тяжеловесные методологии они описывают весь жизненный цикл и позволяют подготовить полную проектную документацию существует более гибкие легкие методологии они не идеально подходят для больших корпоративных систем но тем не менее там используются для разработки корпоративных систем более того сегодня есть такой тренд чтобы вот эти самые тяжеловесные методологии немного видоизменить чтобы они были похожими на гибкими то есть некую такую легкость гибкость привнести вот эти самые корпоративные методологии то есть до корпоративные вот эти формальные методологии они хороши тем что они действительно описывают весь жизненный цикл предусматривают различные тонкости сложности какие-то моменты которые не учитывают гибкие методологии но с другой стороны в гибких методологиях есть ряд таких вот хороших решений каких-то форм которые можно использовать и при разработке корпоративных систем вообще смысл гибких методологии в том что они могут использоваться но в каких условиях то есть высоких рисках когда высокая неопределенность высокой степени определенности в проекте тогда они действительно хороши так ну да мы в рамках этой темы будем говорить в основном про такие методологии как руб и мсф потому что много всего и можно на этом зацепиться мсф возникла из модели синхронизации и стабилизации сообщает о тех приемах и методах которые нужны для поддержания этого цикла разработки и она вообще говоря касается не только программного продукта но и программного проекта то есть есть такие должности или роли как project manager и product manager сегодня просто коротко product вот и методология на учитывает как раз то что есть эти самые специалисты то есть нужно думать не только о продукте но и проекте о ролях проекте особенностей особенностях взаимодействие персонала проектной документации управлению ею который поддержит выполнение определенных видов деятельности ну и примерно также дело обстоит и в других методологиях когда-то самыми популярными были именно руб и мсф как и сказал сегодня в основном стремятся более гибким процессом переходу на философию devops про нее конечно можно отдельно говорить лучше рассматривать devops как философию то есть есть dev разработчики есть ops инженеры сопровождения и нужно как-то их объединить таким образом чтобы они все были в теме они бы все были взаимосвязаны друг с другом чтобы не было таких отфутболивание или перекидывание артефактов от одних к другим чтобы все в каком-то таком цикле вертелось крутилась и так далее но тем не менее мы будем рассматривать именно формальные методологии там много интересных моментов много интересных вещей каких-то понятий которые могут использоваться в принципе при разработке программного обеспечения вне зависимости от того какой методологии мы выбрали формальную или гибкую